Здравствуйте! Будьте в студии Татьяна Голубева и в ближайшие 20 минут о некоторых событиях дня смотрите в этом эфире. Новичков по-прежнему много. Мы не гонимся за цифрой. Даже если придет один человек, это все равно будет здорово. Как встать в ряды бессмертного полка? Зацвел редкий первоцвет. В Алтайском селе даже придумали куклу-оберег для местного кандыка сибирского. У меня подобрали цвет. Наш кандык такого цвета, сиренево-фиолетово. Добро пожаловать, зачем министру спорта края понадобилась палатка во время матча Барнаульского Динамо. Как минимум ухоженный. Пусть он и бедненький, но чистенький должен быть. Это не так сложно сделать. Позади пять выходных дней. Впереди очередная короткая рабочая неделя. Ее начало обещает быть очень жарким. До 25 прогнозируют синоптики днем. Пока жарай в домах барнаульцев, отопление в краевой столице, по словам пресс-службы мэрии, могут отключить завтра или 8 мая. Температура за окнами уже позволяет энергетикам приостановить подачу тепла. Но решение за администрацией. Сейчас документ находится на согласовании у мэра города Сергея Дугина. Напомним, что решение об отключении отопления принимают, если среднесуточная температура на протяжении пяти дней составляет плюс 8 градусов. Но собственники жилья вправе сами решить, когда прекратить топить батареи. Для этого нужно передать общее мнение в управляющую компанию. Об окончательном решении мэрии мы обязательно сообщим, но это точно будет сделано до 13 мая, до начала проведения гидравлических испытаний на теплосетях. Жаркими выдались выходные для сотрудников МЧС. Более 400 пожаров произошло в крае в минувшие выходные. Едва не сгорел детский лагерь «Березка» и часовня в Новоалтайске. К счастью, серьезного урона удалось избежать. Подробности в нашем сюжете. За одни только сутки 3 мая зарегистрировано 160 пожаров, 4 мая – 250. Почти всегда причиной возгорания была сухая растительность и так называемый пал травы. Недалеко от Барнаула таким образом чуть не сгорел лагерь «Березка». 4-го числа произошел пожар в районе расположения детского лагеря «Березка». Огонь начался распространяться от поймы реки. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений огонь был ликвидирован на подступах к лагерю. На выходных работала вся резервная техника. Пожарные расчеты выезжали в Панкрушиху, Топчихинский, Первомайский, Краснощоковские районы, Поспелиху, поселок Сибирская долина. На этом снимке со спутника отмечены все точки, где на Майских были пожары. К счастью, на населенные пункты огонь не перекинулся. Спасатели успевали оперативно потушить возгорание. Работаем ежедневно. Резервы и так далее вызывают. Ждут весь Алтайский край. Люди не понимают совсем ничего. На даче свои частные дома ждут. Тут траву по всему городу. В общем, работы хватает. Напомним, с начала майских выходных в крае введен противопожарный режим. Он продержится столько, сколько будет стоять сухая и теплая погода. На этих кадрах сотрудники МЧС раздают жителям края памятки, в которых написано «В этот период запрещено посещать леса, разводить костры и проводить пожароопасные работы». За нарушения полагаются серьезные штрафы от двух до четырехсот тысяч рублей. Но, судя по числу палов, даже такие суммы нарушителей не особо пугают. Дарья Демиллер, День Столка. Продолжим. Организаторы Дня Победы готовятся к работе в ночную смену. В краевой столице наступает пик подготовки к бессмертному полку. И в типографиях, скорее всего, будут устраиваться очереди, чтобы изготовить транспаранты, на которых изображены лица участников войны. Несмотря на седьмой год проведения акции, новичков полка по-прежнему немало. Как вступить в него, расскажет Анастасия Драган. А сами ордена он, в принципе, особо-то и не хранил никогда. Ему это было неважно. Он отдавал детям поиграть, сказал, что это вот железячка, а то, что память, это все вот остается с вами. Но и память о войне дедушка Алена Морозова ни с кем не делил. Оберегал родных. Призван в 43-м, почти брал Берлин, но был переброшен в Японию. Вот и все, что известно. А еще штурвался в Красную армию много раз, пока не дорос до 17 лет. Когда мы рассказываем в школе на классном часу или еще где-то, что мой дед там воевал, ушел в 17 лет. Тихо-тихо, Алена прадед. Нет, дед. Сейчас у меня сестре 15 лет. И у нас повторяется история. А вот мой дед, Полина прадед. Нет, дед. Просто вы не знаете, что у меня папа самый маленький. У нас бы деду в этом году было уже 93. Его нет уже 30 лет, но в бессмертный пол герой встанет. Алена с дочкой впервые участвуют в акции. А на Алтай она пройдет в седьмой раз. За это время в ее ряды встали десятки тысяч человек. Я думаю, что сейчас просто каждые пять минут звонит телефон. И ты просто понимаешь, что очень много людей собираются принимать участие. Но по количеству, опять же, я не могу вам сказать, и мы не гонимся за цифрой. Даже если придет один человек, это все равно будет здорово. Транспарант можно изготовить самим из фанеры или ДВП, а можно заказать в типографии. Вся процедура займет всего 10 минут. Если фотографии вашего участника войны нет, то на транспаранте напишут имя героя и звание. У меня фото есть. Это мой прадед Руденко Василий Петрович. Если нужно, фотографию отретушируют и распечатают. В Барнауле это будет стоить всего 450 рублей. Можно сказать, себестоимость. При этом пользоваться этим транспарантом вы сможете долго. Мы используем монтажную самоклейку. То есть это самоклеящаяся бумага, которая не боится влаги. Когда мы ее наносим, капельки скатываются, и тем самым поверхность не повреждается. Также есть ламинирование. На нашем мемориале славы есть его фамилия. Это ваш прадедушка. Это мой дедушка. Это мой дедушка. До войны работал в нашем вагонном депо станции Барнаул. Призывался оттуда уже в 44-м году. И в 44-м же году он погиб. Благодаря им мы живем. В Барнауле три точки сбора участников акции. Это кинотеатр «Россия», Академия культуры и искусства на Ленина и пересечение проспекта Ленина и улицы Молодежной. В 10.30 начнется шествие. Участники пройдут традиционный путь и завершат его перед дворцом зрелища спорта. Кстати, и здесь вместо традиционной стены Победы организуют акцию «Красная нить история». Здесь будут натянуты нити, куда каждый желающий сможет повесить флажок со словами благодарности тем, кто подарил нам мир. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Накануне Дня Победы мы решили вспомнить о жертвах Холокоста. Почти 20 миллионов человек были брошены в фашистские концлагеря в годы Великой Отечественной. 11 миллионов так и не дожили до освобождения. Наш корреспондент Валентина Аскирова встретилась с бывшей малолетней узницей концлагеря, которая хранит в памяти историю, которую просто невозможно забыть. Вместо кукол и детских игр – пулеметная очередь разрыва снарядов. Детство Калины Петуховой закончилось в 4 года. В 41-м немцы оккупировали ее родной Псков. Город сравняли с землей, а местное население фашисты истребляли на протяжении двух лет. Немцы бомбили наш город, и в основном ночью сбрасывали перед бомбежкой фонари такие, что на улице становилось ослепительно светло. И вот на первое мгновение затишье, а потом как начинался ад, настоящий ад. Это и взрывы, и бомбежка. Выживших, среди которых оказалась малышка Галя, ее семья, бесчеловечно схватили и согнали в поезд. Без еды, без питья, заколоченные вагоны были снаружи, с улицы. Холодно. Куда их везут, люди поняли, лишь тупив на перрон. Это был литовский город Алитус, где расположился один из лагерей смерти. Туда немцы массово ссылали пленников в период Второй мировой. Узников расстреливали, издевались, сжигали и даже полуживыми зарывали в землю. Взрослым было тяжело, а детям тем более, которые ничего не понимали, ничего не знали, над нами издевались. Даже органы людей отдавали своим солдатам, вспоминает Галина Петровна. Через год такого существования советская армия всех освободила. Правда, идти бывшим пленникам было некуда. Ни дома, ни денег, ни одежды, кроме полосатой робы. Семью Галины нанял богатый литовец, поселил в бане и заставлял работать от темна до темна за еду. Братья и отец занимались сельхозработами. Мама убирала по дому, а семилетняя Галя выслеживала курни сушек, чем заслужила любовь хозяйских детей. Дочери этого хозяина, они со своих вещей шили мне и юпочку, и кофточку. Я уже, у меня есть фотография, где я уже приодета, только обуви нет. Я, когда фотографировались, я травкой припорошила свои ноги, что они босые. После того, как отгремел День Победы, семья вернулась на родину, где столкнулась с презрением. Их не брали на работу, сложно было учиться. Считалось, что они самовольно сдались в плен. Семье пришлось на долгие годы замолчать о том, что пережили. Повзрослев, Галя вышла замуж за военного и переехала на Алтае, где живет уже около 40 лет. Говорит, к месту привязали дети, которые безвременно ушли. Похоронила двоих взрослых детей. Могилы здесь. Я теперь никуда не могу уехать. Всю свою жизнь Галина проработала учительницей. Преподавала больным детям швейное дело. Сейчас свои 82 тоже в строю. Работает при Совете ветеранов, поздравляет их с днем рождения, а также встречается с бывшими узниками концлагерей. На Алтае таких 300 человек. Помимо общего прошлого, их объединяет еще и памятный знак отличия. Медаль, на которой словно кровью высечено слово «Непокоренные». Теперь Галина носит ее с гордостью и уже без всякого страха. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В перинатальном центре ДАР появились фамильные деревья. Накануне десятки семей, чьи дети родились именно здесь, посадили несколько сотен сосен и елей на территории центра. Так в Барнауле стартовала масштабная акция «Подари жизнь, посади дерево». Подробнее в сюжете Ирина Корчагиной. Транишки Кира, Антонина и Полина Шумова год назад появились на свет в этом роддоме. Теперь здесь будет расти фамильное дерево их семьи. Пока они не могут осознать важность этого момента, а вот старший брат Ярослав кажется в полном восторге. Как ты думаешь, сколько тебе будет лет, когда это дерево вырастет? Ну не знаю, может быть 13. Будешь ухаживать все это время за ним? Да. Гордость, гордость. Знаем, что теперь у нас есть дерево, дети есть, осталось построить дом где-нибудь за оградой этого учреждения. Акция «Подари жизнь, посади дерево» прошла и в Краевой клинической больнице. Всего на территории медицинского кластера высадили 350 саженцев ели, сосны, березы и рябины. Вы находити это, до Нового года копать. По-моему, ее не коротко еще. Кстати, в 2017 году здесь было вырублено более 400 сосен. Для Дара строили парковку. Тогда массовая вырубка вызвала гнев у барнаульцев и непонимание, зачем роддому парковка на 500 мест, если ежедневно сюда поступает около 10 человек. Теперь возрождать реликтовый бор здесь будут постоянно. Каждая мама, чей ребенок родился в стенах Дара, тоже сможет посадить фамильное дерево на территории больницы. Следующими к акции «Подари жизнь», «Посади дерево», присоединятся в Краевом госпитале ветеранов войны. Планируется, что там высадят несколько десятков саженцев ко дню Великой Победы. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле в самый первый праздничный выходной впервые прошла монстрация. Ее еще называют шествием абсурда или праздником «Мир, труд, мяу». Барнаульцы прошли с колонной по улице Малахова с шуточными транспарантами. Мы идем! Мы идем! Кто-то призывал легализовать рекурсию, кто-то обещал, что все изменится 30 февраля. В следующем году барнаульцы намерены создать музей местной монстрации, где будут храниться забавные плакаты и таблички. Кстати, впервые монстрация прошла в Новосибирске 15 лет назад. К акции присоединились уже более 30 городов России. Ну а завтра православный праздник – Радоница или Родительский день. Принято навещать могилы своих близких и приводить их в порядок. Кстати, на места захоронения с 7 до 18 часов бесплатно будут ходить 59 автобусов и 17 трамваев. Они доставят горожан на 5 городских кладбищ. Черницкая, Новомихайловская, Власихинская, Ганьбинская и Затонская. Подробное расписание можно найти на официальном сайте Барнаула. Кстати, май богат на праздники. Новый, необычный появился в этом году и в Алтайском крае. Жители села Плотниково Косихинского района решили отметить день цветения кандыка. Это редкий исчезающий цветок, занесенный в Красную книгу Алтая. В чем уникальность скромного косихинского первоцвета, расскажет Илья Кочетков. Жители села Плотниково признаются, хотели праздновать на улице с шатрами да хороводами, но погода подкачала. Так что весь праздничный размах уместили в сельском ДК. Кандык сибирский – редкий первоцвет. Растения, которым местные жители по праву гордятся. Окрестности Плотниково – это единственное сегодня место равнинного Алтая, где массово встречается кандык. К празднованию подошли ответственно, даже специально куклу-оберег придумали. Сделана по подобию народной куколки. Куколка называется Вятская или куколка Пустка. У нее подобран цвет. У нас же кандык такого цвета, сиренево-фиолетового. У нее есть и чирики, и пести, конечно, зеленые чашелистики. Вот такая наша симпатичная кукляшка. Глава местного сельсовета Ольга Люст говорит, люди здесь живут больше 200 лет, и кандык всегда был частью жизни местных жителей. Растет он у нас давно очень. И он занесен в Красную книгу региональную и Красную книгу России. Произрастает он на равнинной местности в Алтайском крае в единственном экземпляре здесь у нас. Кульминация программы праздника – экскурсия в Кандышный лог. Это система оврагов на чьих склонах. В конце апреля каждый год появляются эти маленькие, словно бы застенчивые цветы. Римма Куц – школьный учитель из Шилоболихинского района. Узнав про праздник, специально приехала издалека, несмотря на плохую погоду и непростую дорогу. Многие дети, они даже не видели его, Кандыка этого. Я решила сделать очень много фотографий, все это оформить презентацию, донести до школьников. Старожилы села Плотниково вспоминают, когда-то здешние склоны каждую весну буквально сияли от сиреневого цвета. Поняли, что нужно ценить и оберегать, лишь когда первоцвет начал стремительно исчезать, в основном по вине человека. Это все было заросшее Кандыком и там дальше. Тут вырезали основной лес, а тракторами таскают, гумус портят. Кандык в Сибирске появился на планете Земля около полутора миллионов лет назад. Он пережил два ледниковых периода, а вот человека может и не пережить. Его естественная среда обитания, березовые колки, стремительно исчезают из-за массовых вырубок. Жители Плотниково твердо намерены фестиваль «Цвет ты мой кондышный» развивать и продолжать и в следующем году. Они уверены, повышенное внимание поможет этот реликтовый вид сохранить. А фестиваль, в свою очередь, привлечет сюда, на село туристов. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Но вот это событие точно не назовешь праздничным. Барнаульская «Динамо» открыла серию домашних матчей сезона. Открыла очередным поражением. На этот раз от Томского и РТШ. Болельщики восприняли поражение очень болезненно, ведь помимо разгромного счета 0-4. Их любимцы показали абсолютно невыразительный футбол. Подробности у Кирилла Политова. Вот так центральный стадион «Края» встречает любителей футбола. В помощь идут заранее заготовленные печатные здания. Без них прощай гардероб. В числе зрителей инкогнито в этот вечер оказался министр спорта региона. Алексей Перфилев удивился состоянию стадиона и отправился, нет, не домой, а в машину за палаткой. В результате «Брезент» охватило едва ли не на весь ряд. «Очень важно, чтобы у наших молодых футболистов и юных был стимул для того, чтобы расти. Наверное, какие-то нотки патриотизма для того, чтобы играть за свою команду мастеров. Наверное, надо и создавать условия, и стадион должен быть как минимум ухоженный. Пусть он и бедненький, но чистенький должен быть. Это не так сложно сделать». Не готовы к матчу оказались и сами футболисты «Динамо». Возможно, сыграл свое быстро пропущенный гол, возможно, отсутствие сразу двух ключевых футболистов. Вдобавок к этому Александр Суровцев избрал, как он позже признается, неверную тактику на игру. На этот раз барнаульцы решили сыграть в атакующий футбол. Не вышло, не получилось. «Не могу понять, почему. То ли перегорели, то ли что. Не знаю, честно. Если честно, мне стыдно за эту игру, откровенно. На выезде команда не выглядела так. Я даже не думал сам, что до такой степени будет все». Туда же, в раздел «не готово» представители команд единогласно включили сам газон центральной арены. Все 90 минут мяч, что и дело, уверенно прыгал по кочкам и застревал на перепадах. Отсюда низкое качество самого футбола. Как в шутку скажут болельщики, впору разве что картошку высаживать. Таким состоянием покрытия оказались недовольны и сами гости. «Поле в таком состоянии, да. Я даже не припомню. Одно из лучших полей всегда было. Вот что-то произошло и очень, особенно в центре, очень много неровностей. Очень сложно играть». Сложно, но можно, как и показал сам Иртыш. На четыре пропущенных гола хозяева не смогли ответить ни одним забитым. Могла быть и вовсе Аргентина-Ямайка, но в планы Богдана Корюкина это явно не входило. Первыми к выходу потянулись стройными рядами юные воспитанники все той же школы «Динамо». Поход на матч для них скорее в обязательном порядке. Нужно, говорят, поставить отметку, что ты здесь был. 15 мая вновь домашняя встреча. На этот раз в Барнаул приедет лидер чемпионата Сахалин. Министр спорта края обещает такие посещения в качестве болельщика сделать регулярными. Заодно держит на готове все ту же палатку. Мало ли, вдруг опять пригодится. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком. Сразу после выпуска новостей вас ждет информация о погоде, а пока полезная информация. По мнению россиян, в том числе и жителей края, основные составляющие достойной жизни, собственное жилье, автомобиль, современная бытовая техника, а также возможность путешествовать по стране и за границей. Исследование провел Финансовый университет при правительстве России. Эти данные подтверждают и эксперты из банковской сферы. Собственный автомобиль, бытовая техника, путешествия, частые запросы от наших клиентов, которые приходят в Банк Восточный за кредитом. Иногда они хотят не что-то одной из списка, а все сразу. Мы одобряем и такие желания. Скупой, как известно, платит дважды. Поэтому в банке рекомендуют не экономить на своих желаниях и готовы для этих целей предоставить необходимую сумму. В Банке Восточный можно оформить до 1 миллиона рублей наличными с процентной ставкой 9,9%. Погашать такой кредит можно до 36 месяцев, что делает ежемесячный платеж комфортным для клиента. Соответствовать стандартам качественной жизни несложно. Главное выбрать комфортные для себя условия в надежном и проверенном банке. Через пару секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня на этом все новости. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok